Увольнение по собственному желанию. Что нужно знать работнику? Наиболее распространенный способ прекращения трудовых отношений – это расторжение трудового договора по инициативе работника. Это один из наиболее-менее конфликтных вариантов, потому что никто не может понудить вас работать без вашего желания. Данная процедура не представляет сложности, однако работнику необходимо знать некоторые нюансы, о которых мы расскажем подробнее. Приходилось ли вам сталкиваться с увольнением по собственному желанию? Да, конечно. Ну как, на другую работу, если я приходила, да. В целом, да, можно сказать, что так, но это было действительно вынуждено, мне пришлось уйти, то есть меня с радостью ждали обратно. Собственного желания, да, приходилось. Данные правоотношения регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Для того, чтобы работодатель узнал о вашем намерении расторгнуть трудовые отношения, необходимо на его имя предоставить заявление в свободной форме, где будет написано, что просите уволить по собственному желанию с определенной даты. После этого будет издан приказ об увольнении с определенной даты. С данным приказом вас в обязательном порядке должны ознакомить. Как вы думаете, может ли работодатель расторгнуть договор ранее двух недель? Я думаю, нет. А, нет, надо отработать две недели. Я думаю, да, вполне. У многих возникает вопрос, нужно ли отрабатывать при увольнении по собственному желанию. Согласно Трудовому законодательству, общий срок для отработки составляет две недели. Течение этого срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления об увольнении. Данный срок может быть сокращен при согласовании с сторонами. В случае, если вы в отпуске или на больничном, вы можете не являться на работу. При этом срок не приостанавливается. В случае, если вы находитесь на встательном сроке, отработка составляет три дня. Теперь осветим наиболее интересующий вопрос. Какие полагаются выплаты в случае увольнения по собственному желанию? Нарушал ли бытодатель срок окончательного расчета с вами? Нет. Думаю, нет. Сам расчет производится непосредственно в последний рабочий день, когда вы получаете на руки трудовую книжку. В случае, если работник в день увольнения отсутствовал на работе и не смог получить расчет, он вправе обратиться к ним в любое другое время. Бывало ли у вас такое, что работодатель отказывался выдавать вам трудовую книжку при увольнении? Нет. Нет, нет. Нет. Почитающаяся ему сумма должна быть выплачена не позднее следующего дня после обращения. Расчет при увольнении предполагает выплату всех прочитающихся работнику сумм. А именно, заработные платы за фактически отработанное время, включая последний рабочий день, компенсации за неиспользованный отпуск, выходное пособие, если оно предусмотрено коллективным или трудовым договором. Если увольняемый сотрудник использовал отпуск авансом, производится перерасчет выплаченных отпускных. Соответствующая сумма удерживается из заработной платы при окончательном расчете. Уходящий сотрудник может не согласиться с размером окончательного расчета. Например, он считает его заниженным. В таком случае работодатель выплачивает только те суммы, которые работник не оспаривает. В дальнейшем разбираться в правильности начислений приходится через суд. Например, очень часто причиной для судебных споров между нанимателем и бывшим сотрудником становится неправильный расчет по ощутительной части заработной платы, процентов от продаж, оплаты за заключенные перед уходом договоры. Также пойти в суд придется, если бывшим работникам причинен вред имуществу организации, и его размер превышает 1,5 от окончательного расчета. А добровольно увольняющийся сотрудник возмещать отказывается. Если вы столкнулись с трудностями при увольнении, вы всегда можете обратиться в нашу компанию для получения квалифицированной помощи. Смотрите наши видеоролики и вебинары на актуальные темы. До новых встреч в YouTube!